МИГ-29 МИГ-30 поразил военных летчиков мощным комплексом вооружения и потрясающей управляемостью. Ведущему Куршин, я 40-й. Мы берем на себя этот головолоков до конца. 45-му мы обнаружили цель и двигаемся к ним в управлении севера. Дверь выбрана. Продолжаем работу. Кедр 40-му. Ум. Пятый кедр. Пятый кедр. Возвращайтесь на базу. Я летал всего на трех типах, но по сравнению с этими тремя типами, тут даже нет слов, это просто БМВ. В первую очередь МИГ-29 поступил в подразделения ВВС и ПВО, находившиеся в непосредственной близости от стран НАТО. Одновременно с советскими войсками самолет был принят на вооружение всеми странами Варшавского договора. Основной задачей нового истребителя являлось завоевание господства в воздухе непосредственно над линией боевого соприкосновения. Предполагалось, что наземные радиолокационные станции будут обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 250 километров. В течение восьми минут с аэродромов, расположенных в 100-километровой зоне, должны были взлетать МИГ-29. Их наведение на цель производилось из командного пункта. МИГ-29, если так образно говорить, это лишь наконечник копья, который может нанести удар. А древко это система управления, система связи, система оповещения, система обнаружения. МИГ-29 мог решать задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе тактическим ядерным оружием. Однако эти функции рассматривались лишь как вспомогательные. Весь основной комплекс вооружения был направлен на ведение эффективного воздушного боя. МИГ-29 мог нести две ракеты средней дальности, но его стихией был ближний бой. Равному самолету МИГ-29 ближнего маневрного боя нет. Если ты попал в такое положение в отношении к самолету МИГ-29, что это уже ближний маневрный воздушный бой, считай, что ты погиб. Главным оружием МИГ-29 на коротких дистанциях стала ракета Р-73. Созданная в начале 80-х, она до сих пор считается лучшей в мире. Кроме того, в левом наплыве крыла располагалась мощная 30-мм пушка. Всего за 6 секунд она могла выстрелить все свои 150 снарядов. Применение современного прицельного комплекса позволяло добиться высокой точности наведения пушечного вооружения. Размещение на самолете столь мощного вооружения не ухудшило его летные качества. Вы можете пустить любую ракету, стрелять из пушки, но в любом режиме работы двигателя нет ограничений. Система управления вооружением МИГ-29 представляла собой принципиально новое поколение высокоинтеллектуальной электроники. Радиолокационный прицельный комплекс позволял сопровождать несколько целей и автоматически выбирать наиболее опасного. На МИГ-29 установили оптико-квантовую локационную станцию, которая с помощью теплопеленгатора и лазерного длинномера способна обнаруживать цели и наводить ракеты в зоне видимости. В отличие от радиолокатора, она не давала облучения, что сделало возможным скрытное сопровождение цели. Ничего подобного на американских самолетах не было. Прицельный комплекс ближнего боя был впервые в мире дополнен нашлемной системой целеуказания, которая позволяла наводить ракеты поворотом головы летчика. И дальше мне только лишь нажать боевую кнопку, так и, как говорится, приедет, ракета пошла. А ракета, надо сказать, ближнего боя, так, у нас, я думаю, что значительно лучше, так, чем у наших западных оппонентов. Конструкторы уделили много внимания созданию кабины и приборного оборудования. Основная прицельно-навигационная информация проецировалась на лобовое стекло. До мелочей было продумано расположение основных органов управления и переключателей систем самолета. Впервые на советских самолетах появился телевизионный дисплей. Хотя органов управления вооружением достаточно много, но при выполнении определенной боевой задачи, они устанавливаются один раз, ну, практически на земле, в нужное положение. И в полете все необходимые органы располагаются под рукой. Количество информации, которое обрушивал на летчика новый истребитель, было огромным. Поэтому большую часть задач по контролю за состоянием самолетных систем было передано электронной вычислительной машине. Чтобы летчик еще меньше отвлекался от пилотирования, ЭВМ снабдили блоком речевой информации. Над тем, каким должен быть голос, выдающий летчику советы и предупреждения, специалисты долго ломали голову. Сначала его хотели сделать мужским, с командирскими нотками. Но оказалось, что он подавляет инициативу. Смысл подсказок заключался в том, чтобы донести до летчика нужную информацию, при этом не отвлекать его от выполнения боевого задания. В конце концов, остановились на женском голосе со спокойными интонациями. Ведь мужчинам не привыкать слушать женщину в полуха. Заочную собеседницу летчики тут же окрестили Наташей. Порой между ней и пилотами происходили почти задушевные беседы. Но на первых порах голос компьютера часто запутывал летчиков. Особенно в тех случаях, когда они действовали нестандартно. Иногда это даже приводило к аварии. Красота опасная. Выпусти шасси. Выпусти шасси. Перегрев правого двигателя. Она ему опять выпусти шасси, выпусти шасси. А он уже задерганный, я уже сделал это действие. То есть у него в голове отложилось, что он сделал это действие. И в результате бывают случаи, когда садятся с убранными колесами. Новый советский самолет поставлялся не только в страны социалистического лагеря. В 1985 году МиГ-29 поступил на вооружение Индии и ряда арабских стран. К концу 80-х годов самолет поставлялся в более чем 20 стран. В 1988 году, когда отношения Советского Союза и западных стран потеплели, было принято решение показать МиГ-29 на международном авиасалоне в английском городе Фарнбуро. Мы начали уже делать эти вот фигуры, типа колоколы, повороты на горке, так и еще другие там, кобры там на вираже вот делать, уже к боевому применению. И я высказал шальную мысль. Причем эту мысль мне, так сказать, еще утвердил Валера Уткин, ведущий инженер. Он говорит, теска, а может быть мы задвинем эту фигуру, говорит, вот Фарнбуро. Идея показалась опасной. На карту был поставлен не только престиж КБ, но и страны. Еще никогда боевые советские самолеты не демонстрировались на западе. Генеральный конструктор Ростислав Беляков решил не рисковать. Однако ставший к тому времени шеф-пилотом КБ Меницкий был убежден, летчики способны сделать колокол над Фарнбуро. Я говорю, если уже делать, то сразу начинается нокаут. Или хотя бы нокдаун. В конце концов, Дова-Доминицкого, а главные результаты полетов, убедили Ростислава Белякова дать добро. В январе 1988 года советская делегация прибыла в Англию. То, что происходило дальше, на Западе назвали украденной выставкой. Все внимание прессы и авиационных специалистов было приковано к МиГ-29. За полетами советского МиГа пристально наблюдали западные военные. Помимо летных свойств, их интересовало бортовое оборудование и вооружение нового самолета. 18 мая 1989 года на аэродроме Михацхакая в Грузии летчик Александр Зуев под предлогом рождения сына угостил персонал базы тортом, начиненным снотворным. Когда все заснули, он ранил часового охранявшего стоянку самолетов. Через 15 минут МиГ-29, мечта западных разведок, приземлился в Турции. МиГ-29, который создавали мы всей страной. Вот он взял этот кусочек и отдал его. Тем самым, это плата за то, чтобы красиво пожить. Вот и все. Он сдал. Он сдал часть своей страны. Специалистам из ВВС США так и не удалось осмотреть угнанный МиГ. Турецкое правительство, опасаясь осложнений, уже на следующий день передало самолет советским представителям. В 1989 год, Бонн, председатель Президиума Верховного Совета СССР Горбачев и канцлер ФРГ Коль подписали договор, в котором всем европейским государствам предоставлялось право самостоятельно определять политическую систему. Фактически, это означало конец существования социалистического лагеря. Спустя несколько недель рухнула Берлинская стена и началось объединение Германии. В 1991 году два МиГа из бывшей БДР были перевезены в США для оценочных испытаний. Одновременно во Франции, на полигоне НАТО, несколько МиГов прошли испытания на боевое применение. Для западных ВВС стало шоком, что из 50 поединков с МиГ-29, Ф-16 сумел выиграть только в одном. Они себя там зарекомендовали, конечно, наилучшим образом. По совокупным факторам, так, это и в результате, результаты ведения воздушных боев, самыми современными к тому времени, и в 15, и в 16, всегда складывались в пользу МиГ-29. 20 августа 1992 года. Министерство обороны США. Начальнику штаба ВВС США. МиГ-29 обладает уникальной для боевых самолетов маневренностью системой управления оружием, что дает явные преимущества перед Ф-15 и Ф-16 в ближнем воздушном бою. Фактически, самолет является представителем нового поколения боевых машин. Репутация МиГ-29 оказалась столь высока, что с мая 1995 года несколько самолетов стали на боевое дежурство в составе сил быстрого реагирования НАТО. МиГ-29 принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах и успел показать себя, как один из самых лучших самолетов конца 20 века. Так, в первые же дни операции «Союзническая сила» Югославский МиГ-29 при десятикратном превосходстве противника сумели сбить несколько самолетов войск НАТО. Я вообще удивлялся, что еще эти самолеты взлетали и что-то там выполняли. И смогли, значит, сбить несколько там и Ф-16, и Ф-18, там «Миражей» и даже Ф-117. 6 октября 2002 года российская самолетостроительная корпорация МиГ торжественно отметила 25-летие первого полета МиГ-29. В 21 веке он приобрел новые качества. Сегодня это всепогодный многофункциональный истребитель, способный не только завоевывать господство в воздухе, но и решать ударно-штурмовые задачи. В нем были воплощены лучшие достижения тогдашней в области аэродинамики, прочности конструкции. Вот. И эти достижения или эти идеи, вот они за это время не устарели. Они позволяют самолет очень эффективно эксплуатировать и сейчас. Новые модифицированные МиГ-29 получили возможность дозаправки в воздухе. Серьезно изменился комплекс бортового оборудования. Создан вариант, оснащенный двигателями с изменяемым вектором тяги. По оценкам западных специалистов, современный МиГ-29 повысил свою боевую эффективность в 3,5 раза. Однажды генерального конструктора ОКБ МиГ Ростислава Белякова спросили, что удерживает самолет в воздухе при выполнении фантастического пилотажа. Он ответил, сотни тысяч рук людей, которые его создавали. МиГ-29 в прямом смысле слова опередил свое время. Он оказался единственным самолетом в своем классе, который практически без изменений перешел в следующее, пятое поколение истребителей. Советским конструкторам действительно удалось найти надежную точку опоры, чтобы оказаться на вершине мирового самолетостроения и в 21 веке. Субтитры создавал DimaTorzok